В основном подводные лодки в России носят название в честь субъектов Федерации. Только одно из них, Б-20, присвоено имя нашего закрытого секретного города. Сам корабль – экспериментальная площадка для испытаний новых видов вооружения и техники Министерства обороны. И, конечно, по большому счету, это продолжение и нашей общей работы Федерального авиацентра на благо создания и поддержания ядерного щита нашей Родины. К сожалению, до сегодняшнего дня пока никто из города Сарова там не служит. Но это связано с тем, что не забывайте, лодка экспериментальна, поэтому экипаж по одной лодке сформирован только из мечманов и офицеров. В 2008 году в Сарове создали шефский комитет. 14 раз делегация из нашего города ездила в Северодвинск на встречу с экипажем. И шесть раз экипаж посетил Саров. За это время завязалась крепкая дружба между моряками-подводниками и ветеранами ВМФ, активистами Саровского музея военно-морской славы, где в 2013 году открылась экспозиция, посвященная истории корабля. Мы неоднократно рассказывали и про эти экспонаты, и про макет подлодки, и про горлышко от бутылки, которую разбили о борт, и про туфельки жены капитана. Совсем недавно в музее экипаж подлодки передал иконостас из каюты. Вера православная, как и положено, как и было в нашем императорском флоте, была рядом в любой момент при выполнении боевых задач и практических задач наших моряков. Поэтому все экипажи подводных лодок, в первую очередь наша экспериментальная подводная лодка, в 2015 году получила так называемый корабельный иконостас. То есть это иконостас, который находится на блатне, изготовлен он был в Сербии. В честь юбилея ветераны ВМФ проведут в библиотеке имени Маяковского 29 мая открытый городской турнир по шашкам на кубок экипажа подводной лодки «Саров». Принять ним участие могут школьники и взрослые горожане. Начало в 11 часов.